Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры! Вы вновь на канале А-Маркетс, с вами Виктор Паньков. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. С января следующего календарного года у нас вновь стартует обучение, поэтому в декабре мы набираем группу на это обучение. Если вы хотите прокачать свои навыки торговли, увеличить скиллы, увеличить профитность, то, пожалуйста, записывайтесь. Вся основная информация есть на сайте А-Маркетс. Ждем вас! Ну а теперь давайте непосредственно к анализу. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500 пока что идет в рамках нашего основного сценария. Как видим, немножко не пошли мы вчера от уровня минимальной коррекции, дошли до уровня глубокой коррекции. И от диапазона средних цен уже сегодня оттолкнулись и пошли вниз. Соответственно, дальше мы с вами будем ждать по-прежнему снижения в еще более глубокий целевой диапазон. Это, напомню, у нас целевой диапазон 45,23-45,38. Но уже из этого целевого диапазона будем пробовать покупки, поскольку это будет более выгодная цена для дальнейших походов вверх. Поэтому пока что с текущих моментов, с текущих цен я не рекомендую ни покупать, ни продавать. Потому что покупать объективно рано при таком потенциале нисходящего движения. Ну а продавать уже поздно, поскольку стоп-лосс будет космически по сравнению с тейк-профитом. Поэтому такую сделку мы не рассматриваем, а просто ждем, наблюдаем. И я думаю, что точка входа не заставит себя долго ждать. Евро-доллар продолжает идти согласно нашему основному сценарию. Буквально чуть-чуть нам осталось до наших целей. Это 1,1368. Тот самый целевой диапазон, который мы рассматривали на коррекционные подходящие движения. Плюс практически выполнилась размерность. Будьте внимательны. Вот эта область для нас будет очень интересна в плане фиксации длинных позиций и поиска удачных коротких входов. Поскольку здесь уже будет выполнено трехсоставное восходящее движение. И действительно будет хорошая вероятность того, что цена может скорректироваться, а может быть даже и продолжить нисходящее движение. Помимо всего прочего у нас вновь образовалась еще одна зона ликвидности. Сейчас мы ее оттестировали, поэтому по сути верхнюю нам отмечать нет смысла. Давайте отметим нижнюю. Нижняя зона 1,1235, 1,12063. Собственно, если мы пойдем в нисходящем направлении, то это будет наша цель. Ну а по достижении данной зоны здесь уже можно будет через какие-то разворотные паттерны искать варианты либо дальнейшего продолжения восходящего движения, либо падения вниз и обновления локального максимума. Также через паттерн. Ну а пока что ждем достижения локального диапазона. Итак, дальше фунт-доллар. По фунту немножко вчера пофлетили, вышли все-таки вниз, но как видим локальный минимум не прошли. Сейчас цена стремится в восходящем направлении. Ближайшая цель здесь по восходящему движению это 1,33789. Уровень минимальной коррекции по отношению к последней волнении исходящего движения. Собственно, что мы будем ждать от этого уровня? От этого уровня я бы не сказал, что стоит ждать каких-то разворотов. Скорее просто откатов. Просто откатов каких-то небольших коррекционных моментов. Возможно даже с ретестом верхней границы ранее пробитого флетового диапазона. Ну а затем уже продолжение восходящего движения. Это будет наш основной сценарий. То есть, с текущей позиции, конечно же, никто вам не может запретить залететь в лонги или залететь в шорт. Но просто помните о том, какую идею вы отрабатываете. То есть, в чем здесь у нас конкретно состоит идея? Я вам поясню. Здесь идея состоит в том, что у нас есть вот такая нисходящая конструкция. Вот она. Раз, два, три. Эта конструкция у нас является усеченной. То есть, это слабая конструкция, после которой мы ждем хорошего разворота. Для того, чтобы эту конструкцию отработать, нам необходимо получить разворотный паттерн. Один, два, три. Вот он. Разворотный паттерн. Но пока что мы видим только пробой этой конструкции. Ну, для того, чтобы убедиться, что это действительно пробой. Ну, давайте так. Давайте, наверное, вот эту же. Хотя нет, эту трендовую линию мы не будем трогать. Мы нарисуем новую. Нарисуем новую. Вот он. То есть, у нас пока что есть только пробой. Соответственно, для этого недостаточно для того, чтобы зайти в сделку. Этого может быть достаточно для биткоина. Потому что, если он пробивает какую-то такую трендовую линию, то он может улететь сразу же и без каких-либо коррекционных моментов. Но здесь, соответственно, нам этого недостаточно. Поэтому, конечно же, мы будем ждать именно коррекции вниз, а затем уже продолжения восходящего движения. Поэтому мы ждем в данный момент формирования паттерна 1, 2, 3. И по нему заходим в восходящем направлении. Это наш основной сценарий на сегодня. Так, идем дальше. Доллар-японская иена. По доллару-японской иене мы пробили такие локальные минимумы. Мы рассматривали нисходящее движение, но, к сожалению, мы не достали до уровня минимальной коррекции. Не получилось у нас войти в белку. Соответственно, сейчас мы просто ждем дальнейшего какого-то исхода события. Уровни сопротивления у нас тем временем немножко подтягиваются. Теперь они находятся на котировках 113, 900, 300, 114, 517. Ну, а затем уже мы будем смотреть, что же с ними будет происходить дальше с этими уровнями. То есть, не надо смотреть, что как бы здесь цена его касалась. Это не ретест этого уровня. Так что мы пока еще его не касались. Сейчас цена находится в целевом диапазоне. Это у нас среднесрочный целевой диапазон относительно волны предыдущего восходящего движения. Но по-прежнему здесь у нас покупки носят агрессивный характер. Тренд вот-вот сменится на нисходящий. Поэтому у нас в приоритете будут с вами уже продажи. Но только после того, как цена скорректируется вверх. Поэтому в данном случае я рекомендую. Если вы очень хотите зайти в восходящем направлении, то, пожалуйста, можете это сделать прямо сейчас. Но только ни в коем случае не рабочим таймфреймом. И обязательно с выставлением стоп-лосса. Что касается потенциала. Потенциал здесь порядка 116 пунктов с текущих позиций. Стоп-лосс, поэтому вы можете поставить где-то пунктов 35. Это будет нормально. Так, дальше. Потенциал движения у нас здесь. Давайте посмотрим на эту размерность. Это размерность у нас приводит чуть-чуть поближе, чем уровень минимальной коррекции. Но, в принципе, на него можно ориентироваться как на еще один вариант. Поэтому сейчас мы именно ждем подъема. А затем будем входить в шорт согласно основному движению тренда. Идем дальше. Доллар-канадец. Доллар-канадец в очередной раз обновил локальный максимум. Здесь у нас, благодаря понедельнику, также есть формация вложенного дня. Давайте отметим границы. Верхняя граница это 1,2822-1,2858. Нижняя граница 1,2688-1,2652. Обратите внимание, что тренд у нас здесь восходящий уже достаточно такой продолжительный. То есть, он сколько длится, получается, практически с начала ноября у нас восходящий тренд существует. Поэтому, конечно же, очень хочется уйти на коррекцию. Есть у нас одна размерность, которая, ну, никак не может полностью, так скажем, отработаться. Поэтому, что мы с вами будем сегодня делать? Мы будем с вами пытаться агрессивно поймать разворот. Да, вот так мы сегодня будем действовать. Не знаю, насколько у нас это получится или нет. Поэтому рекомендую вам использовать только часть вашего рабочего объема. И идея здесь следующая. Смотрите, у нас есть цель локальная. Это 1,2823-1,2840. Локальный диапазон, который мы рисовали несколько дней назад. И теперь у нас еще и образовалась верхняя зона ликвидности. Помните, как мы то же самое примерно отрабатывали по канадскому доллару? А теперь обратите внимание на еще одну вещь. Здесь у нас есть уровни, которые мы отмечали ранее. Давайте посмотрим, что это за уровни и почему они здесь отмечены. Вот они, эти уровни. То есть, это, ну, практически локальный максимум, который мы нарисовали в сентябре этого года. Поэтому здесь есть очень большая вероятность, что мы таки с вами... Оттестировав эту зону, уйдем на коррекцию. Поэтому мы отмечаем уровень, от которого мы будем пробовать продавать. Не смотрите на то, что сейчас цена корректируется. Это для нас не должно стать каким-то показателем того, что, блин, уже поздно, надо срочно продавать. Нет, мы будем продавать с вами от уровня 1,2840. То есть, это вот такая некая промежуточная точка. Это верхняя граница циклического диапазона и средняя граница зоны ликвидности. Поэтому вот от этого уровня мы с вами будем продавать стоп-лосс. Мы, соответственно, спрячем за верхний уровень 1,2871. Стоп-лосс у нас будет, ну, где-то порядка 40 пунктов. Очень даже небольшой стоп-лосс. При этом потенциал у нас первый будет с вами 150 пунктов. Ну, а в дальнейшем можно будет подержать цену, посмотреть, может быть, она скорректируется еще дальше. Поэтому вот такой у нас сценарий назревает по доллар-канадцу. Давайте попробуем его отработать. Так, идем дальше. Доллар-франк. Все согласно сценарию упали мы дальше вниз. Но так же, как и по доллар-иене, здесь нам чуть-чуть буквально не хватило для того, чтобы зайти выгодно в сделку. Ну, что поделать, увы, ах. Очень хорошая была точка входа, очень хороший потенциал, но тем не менее. Итак, сейчас мы упали в ключевой циклический диапазон. Пока что цена немножко корректируется. Но обратите внимание, что размерность мы полную еще не выработали. Поэтому мы с вами еще можем упасть дальше. Пока что мы наблюдаем, что конструкция у нас здесь усеченная. Поэтому если цена не будет закрепляться ниже уровня 0.9377, эта конструкция будет слабой. А значит, у нас будет высокая вероятность разворота. Разворот мы можем с вами ожидать на вот эти две размерности. Они практически совпадают, но и приводят нас к некоему целевому диапазончику, который у нас раньше, видим, уже был отмечен. Это 0.9237, 0.9240. Вот на эту размерность мы будем ждать с вами коррекции. Что будет происходить после того, как будет коррекция? Да все очень просто. У нас здесь тренд-то уже явно нисходящий. Поэтому мы будем продолжать работать в продолжении нисходящего движения. Ну, а если вдруг тренд не захочет идти в восходящем направлении, то у нас с вами есть вариант, как перевернуться. Так, для начала давайте вот кое-что посмотрим. Я не помню, здесь у нас уровень пробит или нет. Нет, граница волнового уровня не пробит. Поэтому по строению мы будем делать вот от этой вершинки. Захватываем вот эту крайнюю точечку. Вот такая у нас получится линия сопротивления. И здесь у нас идея следующая. Мы ждем восходящего движения. Здесь по достижении нашего ключевого диапазона, кстати, можно еще кое-что здесь сделать. А именно проверить. Да, у нас здесь есть уровень глубокой коррекции. Поэтому можно даже ориентироваться именно на уровень глубокой коррекции. Очень хорошее совмещение целей. Далее. От этого уровня глубокой коррекции мы продаем. Ну, а дальше смотрим за тем, что нам рисует цена. То есть, либо цена сразу уйдет в нисходящем направлении, либо она просто нарисует нам паттерн 1, 2, 3. И уйдет в восходящем направлении согласно правилам отработки слабой конструкции. В этом случае мы с вами просто перевернемся. И вот здесь при отрисовке паттерна 1, 2, 3 войдем в восходящем направлении сделку. Все очень просто. Вот такой сценарий у нас будет по доллар-франку на ближайшее время. Идем дальше. Что и австралиец, доллар. Австралиец еще сегодня снизился. Оттестировал теперь уже среднесрочный. Даже, наверное, по отношению ко всему этому движению, долгосрочный циклический диапазон. Более того, вчера у нас образовался вложенный день, и мы уже оттестировали нижнюю границу вложенного дня. Ну, мне кажется, здесь уже стоит окончательно забыть про какие-то возможные продажи. Поскольку, ну, во-первых, долгосрочные цели достигнуты. Во-вторых, хотя бы как минимум нам нужно отработать зону ликвидности и сделать коррекционное движение в лон. Поэтому я в лонги сегодня уже зашел. В принципе, вы можете сделать то же самое на ваше усмотрение. Но я буду первое, чего ожидать, это достижение верхней границы, верхней зоны ликвидности. Это 0.7177, 0.7198. Есть, конечно, более дальние цели. Но пока что, в принципе, хватит и этих. Так что австралиец, доллар, в ближайшие дни я буду рассматривать именно в восходящем направлении. Вот такой сценарий у нас по Ауди и USD. Дальше, новозеландец. Новозеландец также немножко снизился. Как видим, пробил локальный минимум. Но, в отличие от австралийца, своего долгосрочного диапазона не достал. Это не значит, что он не может теперь скорректироваться. Конечно же, может. Но только с новозеландцем здесь более сложная, наверное. У нас ситуация в том плане, что с одной стороны у нас есть вот такой целевой диапазончик. И мы видим, что сегодня мы сделали не что иное, как ложный пробой этого диапазона вниз. Поскольку цену не пустили, значит, в принципе, мы можем уже с текущих позиций заходить в лонги. И здесь у нас цели, в отличие от австралийца, не так уж и шибко поменяются. У нас отмечена здесь была глобальная дивергенция, локальная дивергенция. Но пока что мы имеем уровень минимальной коррекции 0.6897, соответствующий верхней границе прочерченного трендового канала. Ну и, собственно, это и будет наша цель по восходящему движению на текущий момент. Затем уже, если достигнут данного диапазона цены, мы пойдем пробивать трендовую линию сопротивления, то мы просто пойдем на отработку дивергенции. Можно будет тот же самый потенциал, который мы прошли ранее, заложить в отработку в дальнейшем при восходящем движении. В этом случае уже, ну давайте посмотрим, где у нас будет находиться потенциал. В этом случае потенциал у нас будет находиться в районе уровня 0.70 ровно. Ну а конкретно в диапазоне 0.69973, 0.70, 167. Вот такой целевой диапазончик у нас есть на текущий момент. Идем далее. Золото. Золото вчера также не самый волатильный день провело, но здесь есть один нюанс, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Дело в том, что несколько моих учеников по нашей договоренности время от времени скидывают мне свои торговые планы и торговые идеи. И очень много скинуло идей по вложенному дню, по золоту. Но я посмотрел и увидел, что вложенного дня по золоту-то нет. То есть ту зону ликвидности, которая у нас была ранее, мы успешно отработали. Окей. Но вчера при открытии мы таки пробивали локальный минимум. И здесь, соответственно, не было никакого вложенного дня. А у них есть. Поэтому я вас призываю, сверяйте свои построения с моими. Я делаю анализ на терминале брокера АМаркетс. И здесь достаточно точное расположение котировок, достаточно точные данные. По крайней мере точнее, чем на многих других брокерах. Я это проверял. Я это анализировал. Поэтому можете поверить мне на слово. Соответственно. Пусть у нас будет отмечен вложенный день. Окей. Мы посмотрим, как он отработает. Но единственное, что из-за того, что у меня есть пробой локального минимума, а у некоторых нет. Соответственно, границы этого вложенного дня у нас будут другие. Ну давайте так. Верхняя зона ликвидности 1806.27, 1814.91. Нижняя зона ликвидности 1774.35, 1765.52. Конечно же, хочется, наверное, все-таки сходить сначала вниз, а затем сходить наверх. Поскольку от диапазона средних цен мы уже на днях отскакивали. И если мы еще раз к нему подойдем, не факт, что мы так же успешно откочим вниз. Возможно, у нас будет пробой диапазона и поход в восходящие направления. Такой сценарий тоже возможен. Поэтому давайте с вами будем все-таки отрабатывать идею так, как мы привыкли. И для того, чтобы нам отработать эту идею восходящего движения, нам просто нужно поставить лимитные ордера на верхнюю и нижнюю границу каждой зоны ликвидности. Выставить стоп-лот, выставить тейк-профит на противоположную сторону. И все. И при этом мы отрабатываем эту идею. Больше здесь особо ничего нового для нас нет. Серебро. Серебро вчера еще снизилось. Соответственно, сейчас мы видим такую картинку, что отрисовались у нас новые границы дивергенции. Ну и эту идею по дивергенции мы с вами сегодня будем вновь пытаться отработать. Дивергенция здесь есть глобальная, есть локальная. Так что, в принципе, можно попробовать это отработать. Но единственное, что для того, чтобы эту идею отработать, необходимо, конечно же, дождаться пробоя трендовой линии сопротивления. Сейчас можно, конечно, зайти в сделку в лонг. Но это будет агрессивная сделка. С учетом того, что у серебра повышенные маржинальные требования, то будьте, пожалуйста, предельно внимательны, чтобы не попасть ни в коем случае на абсолютно ненужные минусы. Соответственно, что сейчас мы будем с вами делать по этой валютной паре, мы будем просто ждать. У нас, конечно же, есть несколько размерностей, которые мы можем использовать для дальнейшего открытия сделок в шорт, поскольку тренд здесь у нас именно нисходящий. Но я рекомендую быть с этим поосторожнее. И вот почему. Ну, потому что если мы просто установим здесь лимитный ордер, то мы можем сразу же эту границу пробить и пойти на отработку дивергенции. И для нас будет нежелательно внести такие глупые потери. Поэтому давайте просто в режиме реального времени понаблюдаем за тем, как будет вести себя цена. Ну и при подходе вот к этому уровню, здесь уже будем смотреть, если она мылитка. Что ж такое у меня сегодня? Все утро кто-то хочет. Непонятно кто. Сейчас, наверное, проще отключить звук. А лучше вообще вырубить. Вот, и соответственно, если мы увидим, что часовая свеча закрывается выше данного уровня, то, соответственно, мы будем с вами в дальнейшем покупать. Если же следующая свеча будет закрываться ниже уровня, то, соответственно, мы закроем эту сделку, перевернемся и откроем короткую позицию с небольшим стоп-лостом. То есть, вот такой у нас получится торговый план по серебру. Так, идем дальше. Нефть. Отлично, мы вчера еще раз продали. Замечательно. Пишите в комментариях, кто вчера продавал нефть. Все-то мы действительно только на продажах и зарабатываем. Единственную покупку, которую вы пытались отработать, но нифига не пошла. Наверное, все-таки стоит в ближайшее время работать именно в шорт по нефти. Потому что, ну, прям хорошо заходят эти идеи. Тем не менее. Итак, локальный минимум мы пробили. Сделка у вас уже должна быть без убытки. 45 пунктов пролетели. Очень хороший профит по нефти. Мы продолжаем держать шортовые позиции как минимум до уровня 69.90. Это верхняя граница циклического диапазона. Ну, куда нам, собственно говоря, и нужно прийти. Есть, конечно, более дальние цели. Но от этих более дальних целей, друзья, мы будем с вами покупать. Но ни в коем случае не продавать с текущих позиций до этих целей. Ну, потому что сейчас уже продавать дорого. То есть, вот здесь это было выгодно продавать. Сейчас уже продавать дорого. Поэтому, если вы не успели вчера зайти или не поверили в этот сценарий, то, ну, наверное, увы и ах. Давайте подождем просто следующей точки входа и все. Вот. Так что пока что мы придерживаемся именно здесь позиции удержания наших сделок. Доллар-рубль. Оттестировали вчера диапазончик наш. Целевой уровень, как видим, неплохо сходили. Так, даже, по-моему, да. Даже сделали более старшую размерность. Ну, продолжаем отрабатывать идею движения в лонг. Здесь ничего не меняется. Да и вряд ли изменится в ближайшие несколько недель. Нам необходимо добиться достижения наших целей. Вот, когда мы уже этого целевого диапазона добьемся, тогда уже будем как-то менять, корректировать свой сценарий и смотреть на глобальной перспективе, куда же мы можем все-таки двинуть. Но пока что, ребят, нам нужно дойти до этих целей. Поэтому ждем. Так, идем дальше. Биткоин. По биткоину. Под конец торговой сессии американской вчера мы все-таки пошли корректироваться. И азиаты поддержали эту идею. Сейчас мы оттолкнулись от уровня глубокой коррекции. И пока что биткоин непонятно куда пойдет. Но я все-таки буду ждать его в дальнейшем восходящем направлении. Можете называть это как хотите, но мне видится именно вот такой сценарий восходящего движения до целей 62, 245, 63, 0,50. Это ближайший диапазон целей. Поэтому я буду удерживать лонговые позиции до этих границ. Движение в шорт я пока не рассматриваю, поскольку мы находимся как минимум выше вот этого диапазончика, который мы неоднократно тестировали, как с позиции поддержки, так и с позиции сопротивления. Ну и поскольку мы его пробили, полагаю, что сейчас все-таки перевес покупателей выше. Поэтому мы будем рассматривать именно движение в лонг. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал Амаркетс, ставьте лайки, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями. Еще раз повторюсь, в декабре мы набираем новую группу обучения, которая стартует в январе. Поэтому если вас заинтересовала идея повысить ваш торговый скил, узнать какие-то новые подходы, новые торговые системы, пожалуйста, записывайтесь. Вся информация есть на сайте Амаркетс. Желаю вам всего доброго. Пока.